У нас много садиков, где есть бассейн? Да, бассейн. В нашем садике есть бассейн, когда дети могут ходить. Закроем садик, будет еще одно заброшенное здание. История закрытия одного здания детского сада номер 59 началась с обращения взволнованных родителей в социальных сетях. По городским пабликам разлетелось письмо с просьбой помочь разобраться в ситуации и снять тревогу. Расформирование групп, сокращение воспитателей и закрытие второго здания на центральном проезде 8А Этого боятся родители маленьких воспитанников детского сада «Солнечный». Мы переживаем, что через год наш корпус детского сада, который находится на центральном проезде 8А, будет закрыт по той причине, что группы в садике расформироваются. Из девяти групп осталось пять. В следующем году уйдут выпускники, ясельные группы не набирают сюда. И останется три группы. Соответственно, это примерно треть от вместимости корпуса детского сада. И содержать такое количество детей будет обоснованно невыгодно. Мы не претендуем на то, что его закрывают сейчас. Мы говорим именно о том, что мы переживаем за судьбу садика через год, через два и через три. Заведующая удивлена возмущением родителей. Ведь напрямую, говорит Елена Левченко, к ней никто не обращался. Она, как и многие, обо всем узнала из соцсетей и от чиновников. Сегодня разобраться в ситуации в детский сад приехала исполняющая обязанности заместителя главы по социальным вопросам Юлия Грудинина. Комиссия прошла по группам. Специалисты пообщались с воспитателями, побывали на участках, оценили условия пребывания воспитанников. Мы посмотрели два объекта на центральном проезде, на восточное. Условия замечательные, пообщались с воспитателями, вопросов никаких нет. В настоящее время мы проводим комплексный анализ, рассматриваем ситуацию, и речи о закрытии детских садов в настоящее время нет. Да, действительно, снижается количество детей, и есть вопрос о формировании ясельных групп. Но, тем не менее, мы точечно подходим, разговариваем с каждым родителем и комплектуем ясельные группы, но, возможно, в других учреждениях, немножко территориально удалённо. Но, тем не менее, смотрим объекты близлежащие и выбираем те варианты, которые максимально удобны для родителей. Юлия Грудинина сказала, что на полный анализ ситуации ей и специалистам необходимо две недели. Только тогда будет принято окончательное решение о судьбе детского сада. Юлия Гришина, Андрей Васильев. Наши новости.